Жара, еда, смотрю. Три дня назад, если вы помните, мы забрали малышей у наших игрунок, потому что их родилось трое. Трех детенышей самка никогда не выкармливает ни в природе, ни в неволе. Что ты не делай, надо забирать. Забрали двух, потому что они социальные, вдвоем им будет лучше, чем одному сидеть, скучать. А у мамы остался один. И очень много было вопросов, а простят ли игруночки Евгения такой стресс, мама так переживает, наверное, они теперь его будут смосить. Мы стоим у открытого вольера, вся семья здесь. У игрунок идет уборка, вот видите, гамаки посняты, все открыто. Да, здесь сейчас такая баня, потому что все моется, все убирается, влажность очень высокая. Ну и давайте посмотрим, насколько они меня простили. Да, мои хорошие, да, мамочка моя хорошая, да, моя красавица. Ну что? Ой, тут Марина с камерой, интересно. На, на, да, да. Да, мы не обижались особо. Вот мама с ребенком, пришла, все хорошо, никаких проблем. Тут, ребята, вы поймите, нужно всегда руководствоваться во всем, не только при работе с животными, а даже при общении с людьми. Нужно руководствоваться не только эмоциями. Эмоции хороши для людей глупых, у которых нету разума. Эмоции хороши для существ глупых, у которых нету разума. Но эмоции плохи для вас. Руководствуйтесь знаниями, разумом и прочим. У век мамы нашей остался ребенок, она очень рада. Буквально через 10 минут, занимаясь своим ребенком, она перестала думать о том, что существует уже вне ее понимания. И это тоже надо знать и надо понимать. И я не стал плохим, потому что я ее мучил. Если бы я это подкреплял все время и каждый день приходил бы, ее обижал, да, она бы меня не любила, боялась и кидалась бы действительно. А так всего лишь один промах за столько лет мирной жизни. Да, и понятно, что ничего страшного не происходит. И они точно так же в контакте со мной. Но если я сейчас начну пальцы пихать к ребенку, конечно, они будут меня отгонять. А так, ну, ничего страшного не происходит. Вон ребенок сидит, мама сидит. Папа сейчас будет меня гонять, чтобы я не тянул руки к маме. Все, не более того. Все стандартно. Вот вам ребенок, смотрите, как он себя чувствует. Очень сложно его снять. Где ты? Биг мам. Ой, такой ребенок. Вот она его носит, все хорошо, никаких проблем, все. Все вот как сидели, как подходили, как смотрели в лицо, в камеру, ничего не изменилось. А остальных двух малышей, которые переехали к Вике, я повторюсь, что их выкармливает Вика Борибасова, наша уже, можно сказать, помощница. Она нам не первый раз помогает в выкармливании малышей. Следить за ними можно в ее инстаграме, ссылка будет в описании ролика. Так вот, Вика говорит, что малыши уже через полдня привыкли к тому, что это она их мама, что это ее руки их кормят. Стали проситься к ней на руки, стали сосать пальцы. И у них все хорошо, они развиваются. Она говорит, очень заметно, как они меняются эмоционально, психологически, действительно развиваются малыши. Так что с ними тоже все чудесно. Фу-фу-фу. Я думаю, это было максимальное решение, лучшее в этих условиях. Вот так. Да, ребятня? Все, мир, простили. Покажи, ребеночка. Ну, покажи, где ты? Вон он сверху сидит. Он еще чуть-чуть подрастет. Буквально через неделю его будет гораздо лучше видно. Он начнет осматриваться, начнет проявлять интерес к этому миру. Ну, молодец, молодец. Поковыряй пальцем. Вот так. Так что все хорошо. Не переживайте, у них все отлично. Стресса эмоционального никакого не произошло. Никакого горя нету. Наоборот, жизнь очень облегчилась и стала замечательной, потому что кормить надо только одного. Посмотри, дело в том, что с игрунками у нас живут морские свинки-кури. Гигантские морские свинки. Ну, это Мариняна любовь. Марина ими занимается, это ее такие питомцы. Да, они живут у нас в этом вольере. И сейчас идет уборка, поэтому они сидят в переноске. Посмотрите на них. Я еле поднимаю эту переноску. Здесь пара. А, трое, трое сейчас, да. Да. Посмотрите на них, какие буки. Они у нас ли чудесные. Они невероятные по размеру. Это кошачья переноска, такая для небольших собак и для кошек. По длине полностью занимает, смотрите, свинка полностью эту переноску. Да, но они, конечно, не как кошка, но как декоративный кровь, действительно, достаточно крупные вот такие свинки. Больше двух килограмм, да? Больше двух килограмм. Я думаю, что там одна самка помладше и пара постарше. Так вот те, которые постарше, я думаю, уже к трем. Но мы их не взвешивали. Слушай, а давай интереса ради, просто вот в ближайшие дни, когда уборки сделаем, там все. Да, посмотрим. Они будут бегать у нас, а мы будем их взвешивать и показывать, какие-то монстры. У нас были сюжеты про куи. У нас были сюжеты про куи. Мы показывали вам куи. И хотим напомнить, что это мясная порода морских свинок, как у нас кролики. В Южной Америке куи используются как кролики. Вот, но покажем. Да, у нас они как-то. Да, Марина их любит. Марина их в свое время очень захотела. И, в принципе, я ее понимаю, потому что такая морская свинья, это уже не свинка, это уже свинья. Ай, какой хорошая. И очень классная. Да, и вообще. И вообще, да. Вот так, все. Мы вам рассказали, что у нас происходит сейчас. Оставайтесь с нами. Будете следить за развитием событий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!